Всем привет, друзья и товарищи! У микрофонов Грейфокс и Рин, те же самые. Фокс, поздоровайся. Да, привет всем! Продолжаем нашу сагу о шаурме. Часть какая там, четвёртая. Да уж, это точно, это такая длинная серия, что её вполне себе можно назвать сагой. Четвёртая часть у нас сегодня на очереди. Где она? Она у нас про пропажу соуса будет. Вот такая вот интересная. Кто украл мой соус? Диана устроилась работать в шаурмешную... Так, подожди, кстати, я не вижу. Мне надо было на полное... Диана устроилась работать в шаурмешную, точка. Конец мысли. Всё, 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 я вижу. Диана устроилась работать в шаурмешную. Сначала покупатели жаловались на плохое качество шаурмы. Слишком много перца, лук там, где его быть не должно. В смысле, он в какой-то части шаурмы должен быть, а где-то не должен. Его вообще не должно быть. Да, я вообще не помню, должен он там быть или нет. Странно, конечно. Но позже начались совсем странные вещи. Мороженое вместо соуса и белый соус вместо кофе. Кофе немножко странный напиток для шаурмешной. Когда я ходила... Растворимые три в одном. Там были только лимонады какие-то, морсы типа вот этого. Ну, может, сок какой-то, ну, кофе. Ну, ладно. Да, по-моему, растворимый кофе был в каждом киоске. Хоть с шаурмой, хоть с чебуреками, хоть чем. Ну, в зимнее время, по крайней мере. Ладно, всё, может быть. Кто-то саботирует шаурмешную, но вот кто? Диане предстоит это выяснить и найти импостера к приезду шефа. А твой шеф-то Вадим или кто? Мы пока этого не знаем. А может быть это, как её звали из прошлой истории? Ксюша. Ксюша, да. Может быть она, а может быть и Вадим. А может быть Олег. Тут у нас целая сеть шаурмешных от разных владельцев. Олега мы, кстати, не видели ни разу в глаза, поэтому да, может быть, всё что угодно. Если Диана вдруг посмотрит этот летсплей, особый привет Диане. Ну, начинаем. Давайте начнём. Судя по всему, опять придётся мне читать большую часть. Оу, шеф. Шаурмешная Вадим Кам. А-а-а-ам. А-а-ам, да, вот то самое название, которое мы себе проспайлерили ещё перед самой первой записью. Как бы намёк на секретный ингредиент, наверное. А может нет? Угу. Секретный белый соус от Вадима. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что уж тут скрывать. Я просто влюбилась в эту шаурмешную. Очень быстро обычного наслаждения шаурмой мне стало недостаточно. И я захотела работать здесь. Немного усилий, и вот мой первый полноценный рабочий день. А мне интересно, а кем она работала до этого тогда, или она не работала, а то заучилась? Пока не ясно. Типа люди такие, я так влюбилась в эту шаурму, что хочу тут работать. Да, может кем-то и работала, а может быть она студентка. Я так люблю шаурму, что хочу открыть своё заведение. Ну это вот ладно, у Ксюхи ещё было понятно. Она универ закончила, и как раз вот ей было куда деньги вложить. А тут пока мы не понимаем. Ну ладно. Ага, пока я лишь продавец, едва прошедший экспресс-стажировку. Экспресс это сколько она длилась? Один час? Но кто знает, может в будущем мне удастся дорасти до администратора. Нужно показать себя с лучшей стороны, чтобы быстро влиться в коллектив и стать его неотъемлемой частью. Кстати, если в какой-нибудь вакансии написано У нас дружный коллектив, мы одна большая семья, бегите. Просто бегите оттуда. И это всё неправда. А если там этого не написано? Это гадюшник наоборот означает. Но если там не написано, то может быть шанс ещё есть на нормальные взаимоотношения в коллективе. Серьёзно? По-моему, разницы нет. А может быть и нет. Хоть написано, хоть и не написано, результат может быть один и тот же. Ну короче, вот на поверку, правда, они себя позиционируют такими дружными, но они-то между собой уже, может, и дружные. А когда приходит кто-то новенький, они начинают делать всякие гадости. Бывает. Ты, кстати, слышишь музыку? Да. Она и в прошлых частях такая была? Ну вот такая точно была в первой части. Ты имеешь в виду конкретно эту же тему или... Просто мне кажется, может, какая-то тема классическая, известная. Не уверена, кстати. Мне кажется, нет. Ну ладно. Жаль, что Вадим не сможет увидеть начало моей работы. У него появились какие-то срочные дела, поэтому прийти он сможет только вечером. Однако, совсем одна я тоже не останусь. Ух ты, господи. Так, это не Ксюша, это Настя. Появилась Настя, знай, пришло несчастье. Как говорится. Привет. Пришла даже раньше меня. Похвально. Уже открыла смену? Проверила мелочь в кассе? Блин, у нее такой вид прям. Ну так... Сундера-цундеры. Она тут такая, типа, главная, да? Суровая, недовольная. Еще в такой одежде, не знаю, как она правильно называется, типа корсетика такого, чтобы подчеркнуть грудь. А портупея есть такая штука, ты об этом? Или тут именно корсет имеется? Верное, но оно выглядит как небольшой корсет из ткани. Либо это часть юбки верхняя. Прям туда. Ну, значит, это просто... Доходящее. Это, наверное, просто корсет. Ну, она одетая, как, не знаю, типикал официантка такая. Или хостес. Угу. Вот они такое обычное носят. Просто я без понятия, как оно правильно называется. Это Настя. Она стажировала меня вместе с Вадимом. А, приветик. Да, конечно. Я все помню, не переживай. Ну ладно, верю. В конце концов, стажировку ты прошла на ура. Улыбнулась. Так сквозь зубы. Алена. Это же Алена, да, ее звали? Ну да. Как раз из предыдущей истории. Прошу прощения, но раньше всех все равно пришла я. И она опять-то в пионерской форме. Это явно какая-то отсылка. Очень может быть. И по-моему... Тут вообще порой какие-то очень странные отсылки. И по-моему про нее... Странно, я точно пришла первой. Шаурмешная была закрыта. Еще бы тебе не прийти раньше всех. Ты же ночуешь тут. Что? А, простите мои манеры. Диана, знакомься. Это Алена. Следит за чистотой в нашем храме шаурмы. Храме. Как высокопарно. Приятно познакомиться. Должно быть, Вадим действительно доверяет тебе, раз позволяет оставаться на ночь. Давно ты тут работаешь? Ну, чуть меньше месяца. Так мало? Мы... Мы просто старые знакомые. Мастер говорит, что я могу оставаться здесь сколько пожелаю. А. Это просто выделено. Для смысла. Ну да, тут некоторые слова просто выделены. И хочется на них нажать, как будто там... Просто я когда вижу слова, выделенные другим цветом, мне все время хочется на них нажать и проверить. Может там всплывет какая-то подсказка. Ну вот и я о чем. У меня тоже такое есть. Их почему-то тут просто выделяют. Наверное, чтобы с акцентом прочитали. А мы с Вадимом старые друзья. И работаю я здесь с самого начала. Так что мне он тоже так говорит. Тем не менее, ночевать я предпочитаю дома. Оу. Неужели это будет мужской персонаж? По-моему, ты фразу пропустил. Нет? Или мне показалось? Да. А, да. Да уж, необычные у них отношения. Что у этих двоих, что у Вадима с каждой из них. И действительно, появляется какой-то мужской персонаж дальше. Дверь распахнулась. Фокс, не торопись, пожалуйста. Вернись. Куда оно? Дверь распахнулась. Дверь распахнулась и в помещении стало на одного человека больше. Наконец-то. Вот и мой подопечный. Прошел испытательный срок и уже опаздывать можно. Валера. 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 Прости, Настя. Больше этого не повторится. Ну, смотри у меня. Еще и новенький плохой пример подаешь. Такой унылый Валера. Точно рад, что он здесь работает. Он у них, видимо, курьер. Как Роман может быть. Новенькая. А, это о тебе говорил Вадим. Меня зовут Валерий. А тебя? Привет, я Диана. Рад знакомству и добро пожаловать. Надеюсь, тебе у нас понравится. Калибудская улыбка. Взаимно. Получается, ты тоже недавно тут работаешь? Да. Как уже сказала Настя, только-только закончил испытательный срок. Вадим решительно настроен развить шаурмешную до полноценного ресторана. Поэтому активно набирает новых сотрудников. В былые времена мы отлично справлялись вдвоем в тесном ларьке. Но сейчас он решил, что сотрудников должно быть больше. И ты ревнуешь, да? Мой Вадим, только мой. Ну да, по ее лицу можно такое предположить. Понятно. Значит, мне предстоит стать частью еще не сформированной команды. Наверное, так даже лучше. У нас дружный коллектив, но он еще не сформирован. Конкретно я второй повар. О, шаурмист. А я думал, ты курьер. Ну ладно. Курьеров, видимо, еще не завезли. Тебе, салага, повезло попасть ко мне. Возможно, со временем ты сможешь готовить шаурму не хуже, чем у нас с Вадимом. Но это маловероятно. Учитывая, какие ингредиенты вы туда добавляете, это точно. Интересно, Настя-то в курсе про особый ингредиент или только Вадим знает? Может, Алена в курсе? Может, она тоже какая-то инопланетная тентакливая сущность? Да, наверное. Черт, пока мы болтали, почти подошло время открытия. За работу, ребята! Я уже вижу первого клиента! Что ж, первые несколько часов прошли довольно неплохо. Но сейчас я чувствую постепенно растущее напряжение. Сначала клиент был недоволен диким количеством перца в шаурме, а затем поступила жалоба на непрошенный лук в заказе. Может, у них можно выбирать ингредиенты, типа, добавлять лук или не добавлять? Возможно. Кстати, я уже говорил, что шаурму я ем очень редко. Примерно раз лет пять. Я еще вижу, что это получается. Но когда я был в Ростове, там почему-то добавляли гранатовые зернышки в шаурму. Не знаю, как делают ли сейчас до сих пор так. Это очень странно. Но у нас в Краснодаре я такого вообще даже не видел ни разу. Зачем? Что это за странный ингредиент такой? Не знаю. Может, у них был запас гранат? А, и они решили, чтобы зря добро не пропадало, его по шаурме раскидывать. Может, у этого мужика еще там фрукты и овощи магазинчик был по соседству. И у него это, гранаты там портились, он использовал их в шаурму. Но они там прям добавляли зернышки. Да, это, конечно... Экзотика, ну... Экзотика, верное слово. Я попросила Настю и Валерия быть повнимательнее на кухне. Но потом произошло то, что совсем не зависит от них. Кофемашина перестала работать. Это уже серьезно. Думаю, стоит попытаться применить свои инженерные навыки, чтобы починить ее. Боже, это... Слушайте, меня это все поражает. Диана, инженер. Катя из первой истории. Сисадмин. Ксюша, такая боевая, сильная, независимая, сама открыла шаурмешную и до последнего ее отстаивала. Сильная женщина. Герл пауэр. Мне нравится. Да, только почему-то она со своим образованием инженерным пришла шавуху делать. Ну, так она же влюбилась. Ну, это ж, ну, любовь. А-а-а, ну да, ну тогда да. Вот все поэтому. Черт, если нажимать... Твои инженерные навыки, это нажимать все кнопки подряд? Если нажимать все кнопки подряд, ничего не происходит. И даже если хорошенько по ней постучать, работать она не хочет. Почему же? Да, да. Навыков, оказывается, недостаточно. Впрочем, понимаю, со мной бы такое тоже не проходило. Потрясающе. Мне нравится. Остается только вернуться на свое рабочее место. Как раз клиент подошел. Стоп. Она же только что что-то покупала. Неужели опять жалоба? Слушаю вас. Так, ну, видимо, это женщина, да? Она сказала она? Она, да. Ну, ладно. Не знаю, что у вас там происходит, но мороженое в шаурме – это слишком. Такое просто невозможно есть. Ау. Что? Она это серьезно? Я взяла в руки надкусанную шаурму, из которой вытекало что-то белое, напоминающее соус. Не веря, я поднесла шаурму поближе к лицу. Пахнет ванилью и бананом. А что, может... А может быть сладкая шаурма? Да, я тоже об этом подумала. Почему бы и нет, в конце концов? Есть же пицца-пирог, например, в дудо. Есть и вот сладкая там. С ананасами. Со сгущенкой. Почему нельзя сделать шаурму с ванилью и бананом с мороженым, в смысле. Прошу прощения. Не представляю, как это случилось. Вы предпочтете заменить шаурму или вернуть деньги? Верните деньги, пожалуйста. Есть мне теперь что-то, совсем не хочется. Очень жаль. Еще раз извините. Настя, у нас отмена. Аля, у нас отмена. А тут Настя. Ну, хоть да. Хоть не Галя. Я, кстати, читал недавно одну статью про редкие имена. А имя Галя теперь редкое, да? Да. Потому что никого им не... Галя теперь редкое. Никого им не называют. Ну, потому что это имя, вот это Галя, Галина, оно как сразу, как для тетки, как будто бы, какой-то. А на испанском это еще и курица, поэтому, как бы, да. Ну, там только, там только две, там Галялина, вот, на испанском языке. А? Что случилось? У меня тот же вопрос. Тут мороженое в шаве. Что? Подождите, сейчас за ключом схожу. За каким? За ключом? За ключом от кухни или от подвала какого-то? Что, зачем? И зачем? Может, они запирают поваров на кухне на ключ? А, у них, может, деньги там где-то запираются? А, для кассы ключ, все, да, понятно. Логично. Готово. Простите за неудобства. У него фартучек, кстати, классный, с шаурмами. Да, прикольный. Недовольный клиент ушел. Фух, что это было? Вы чего, серьезно соус с мороженым перепутали? Я бы точно такого не сделала. Я очень внимательно слежу за соусом. А Валерий? За ним я тоже слежу. К тому же, он ни разу не отходил от стола. А мороженое в холодильнике... А, мороженое в холодильнике рядом с тобой. Хм. Кто-то Диану хочет подставить. Кто-то у нас подозреваемый. Мы в недоумении посмотрели друг на друга, после чего вместе прошли на кухню. Вы чего так смотрите? Случилось что-то? Мороженого здесь и правда нет. А... Потеряла мороженое? Далековато ушла. Она в холодильнике, рядом с твоим рабочим местом. Спасибо, Кэп. Да не в этом дело. У клиента в шаурме было мороженое вместо соуса. Что? Как это вообще возможно? Внезапный звук падения швабры заставил нас всех подпрыгнуть. Прекрасная фраза. Я люблю такое озвучивать. Можно больше? Это на языке ктулху что-то. Наверное. То есть, Настя это все-таки забаскированный пришелец, как и Вадим. Настя это повзрослевшая Сая. Ну, может быть. Я уже не помню, как выглядит Сая, но... По-моему, волосы у нее тоже какие-то темные были. Наверное, похоже. Ну, да, да. Алена, а ты что здесь делаешь? Нельзя же так пугать. Извините. Я тут прибиралась и услышала ваш разговор. Может, стоит проверить бутылки с соусами? Если были каким-то образом перепутаны запасы, то это может повториться. Хм, разумно. Давайте проверим. Вот, нашла. Растающее мороженое в бутылке для сырного соуса? Жесть! Как кто-то из нас смог сделать такую шаурму? На вкус должно быть просто отвратно. Да. Но как оно туда попало, по-прежнему загадка. Кто-то предатель. Возможно, Алена. Сейчас будем устраивать суд. Как в Данганронте какой-нибудь. Только это шавушный суд будет, а не классный. Шавушный суд. Я вернулась к кассе. Наблюдая за посетителями, мирно жующими шаурму, я с ужасом думала о том, что еще может случиться в этот день. Пока новых клиентов не было, я решила отвлечься. И снова принялась стучать по кофемашине. Да вызовите вы мастера, чтобы ее забрали в ремонт. Стучит она. Как вдруг... Ну, я даже не знаю, кто это может быть. Но будем считать, что мужик. Эй, там! А? Да-да-да, за стойкой! Что за дрянь вы мне подсунули? Сердце ушло в пятки. Пожалуйста, только не снова. Что это такое? У меня в пиве какао! Это шоб ты не бухал. Это очень странный коктейль. Пиво и какао, да. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Нет, нужно быть серьезнее. Клиент протянул мне стакан. Повертел им перед моим лицом. На дне красовался мутный коричневатый порошок. А может это не какао тогда? А что это по-твоему еще? Ну, бывает же, осадок выпадает в пиве. Настолько коричневый? Не знаю. Ну, там солод какой-нибудь. Мне кажется, маловероятно такое. Прям. А, ну хотя Диана про это же говорит. Ладно, допустим. Может это просто осадок? С пивом такое случается. Девочка, я похож на того, кто не отличит пивной осадок от какао. Если сомневаешься, попробуй сама. А, он даже на зубах скрипит. А какао скрипит? Ну, порошок. А он не растворяется разве полно? А, ну пиво холодное, да. Ну, видимо, да. В горячей воде, если. А мне нельзя пить на работе. Так, а что тут происходит? Красный кот. Какао пить? Почему красный кот? Это прям настолько нештатная ситуация, что просто... Да. Что? Хватит смеяться. Лучше бы помог. Ладно, ладно, я разберусь. А ты тогда прими доставку лавашей. Нужно всего лишь расписаться и отнести в подсобку. Спасибо огромное. Ох, пронесло. Как же хорошо, что Валерий оказался рядом. Только разборок с пьяным дедом мне не хватало. Это, наверное, был тот самый дед. Да, уж, представляю. Я быстро приняла доставку и отправилась на склад. В глубине темного помещения что-то тускло светилось. Я медленно опустила коробку на пол и резко ударила по выключателю. Зачем резко-то бить? Давайте только не... Давайте не скримеры только, пожалуйста. Я не хочу. Это что еще за хрень? Ты кто? Нормально. Что за шум? Лаваши опять атакуют? Опять? У вас что здесь вообще происходит? Настя! Настя! Сюда бездомный забрел! Что-то он был не очень похож. Что-то он не был похож на бездомного. Такой интеллигентный парнишка в очках. О, ты нашла Макса. Чего, блин? Макс, а ты чего в темноте тут сидишь? Я хотел немного отдохнуть, но задремал, извините. Ты новенькая? Да, я Диана. А когда ты вообще успел прийти? Часа два назад. Я обычно прихожу тихо и никто не замечает. У тебя, это... Отпечаток клавиатуры на щеке. Где? Не нарисовали. Не врите, ничего там нет. Это их местный естеств админ? Возможно. Пора уже татуировку такую сделать. А чё, кстати? Свежо. И ново. Так ты заведуешь складом? Нет, нет. Я программист. Вадим нанял меня, чтобы я сделал приложение с обзорами на шаурмешные города и возможностью заказа. Пока оформить заказ можно только в нашем ресторане. Не знаю, собирается ли он потом менять это? Шаурмешные города. А я читаю, шаурмешные города. И у меня в голове... Стоп, какие шаурмешные города? Шаурмешные города, это интересно. Города из шаурмы. На родной планете Вадима, наверное. Да уж. Вадим решил всерьез подойти к расширению границ своего влияния. А где сам Вадим-то? А у него выходной, наверное. Простым смертным он не показывается теперь, что ли? Ну, знаешь, начальник нанес сотрудников, теперь сотрудники работают. Все нормально. Да, а он может не приходить. А он будет контролировать раз в неделю. Но только он же знает, как приготовить секретную шаурму. Ну, наверное, они тут ее и готовят редко. А почему ты сидишь тут? Тут мое рабочее место. На складе, в подвале, ептать. Только сейчас я обратила внимание на царящий вокруг беспорядок. Коробки были хаотично расставлены по полу. На одной из них находился ноутбук. На другой недоеденная шаурма. И еще на одной недопитый кофе. Опять разводишь бардак на складе? И я же говорила, коробка с кумкватами должна стоять вообще в другом месте. Коробка с чем? Зачем вам кумкваты, у меня вопрос. А что это? Конечно, я точно не помню, что это, но это какая-то еда. Какой-то овощ или фрукт. Блин, кумкват, надо погуглить. Они в шаурме используются? Да, вот как бы, наверное, не должно. Это, по-моему, что-то вообще слишком экзотическое, даже более экзотическое, чем гранаты. Кумкват это мини-цитрусовый фрукт, который растет в теплом климате на небольших кустарниковых деревьях. А, понял. Короче, как апельсины, лимоны и лаймы. Небольшой размер и съедобная кожура. Вот так вот. Родина кумкватов считается южная провинция Китая, а именно район Гуанчжоу. Вот. Если есть Юзу, который японский как раз-таки гибрид, то вот кумкват это китайский. Ну, видимо, да. Ну, ладно. Зачем о нем, правда, непонятно, но, видимо, нужны. Ну, почему бы и нет? Ну, мне будет спокойнее, когда они слева от меня. Как это называется? А-а-а, блин. ПТСР или что такое? ОКР. Не-не-не, ОКР, по-моему, это называется. ОКР, да. ПТСР, это посттравматический синдром. Когда раскладываешь все, как тебе нравится. Да, и когда порядок нарушается, ты начинаешь психовать. Может, из-за твоих перестановок у нас и возникли проблемы с продуктами? А что случилось? Кто-то налил мороженое в бутылку для сырного соуса. А в бочку с пивом подмешали какао. Ого. Когда я только пришел, оно было в порядке. Нет, я не мог сотворить такого ужаса. А ты проверял, что ли, что оно было в порядке? Ты там пиво проверяешь, когда приходишь? Ну, он просто такой, это не я. Верьте мне на слово. Может, ты хочешь отомстить мастеру за ужасные рабочие условия? Что за чушь? Если бы мне не нравилось, меня бы здесь не было. А что, если это ты устроила? Это же ты была поблизости во время первого случая, чокнутая. Я не могла этого сделать. Мои чувства к мастеру чисты и непорочны. Кто-то хочет его опозорить, и это точно не я. Может, может, это ты? Постоянно с ним соревнуешься, подкалываешь. Литерали дружный коллектив. О чем я и говорила. Да. Опять она возле... Что это такое? Ну, ты просила, вот, пожалуйста. Кошмар какой. Короче. Если это не кто из нас, то кто же? Неужели опять плесневые формы жизни устраивают бунт? В следующий раз нужно закупоривать их плотнее. Плесень я здесь не видел. А вот за своим подопечным тебе стоило бы лучше приглядывать. Ты это сейчас обвинил меня в некомпетентности? Да я с него всех своих глаз не свожу. Бля, сколько их у тебя? Видимо, больше, чем мы видим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы все работаем здесь уже некоторое время. Но проблемы начались тогда, когда появилась она. Что тебе Диана сделала? Тише, тише. Понимаю, все сейчас на взводе. Но если никто не признается, значит, это может быть любой из нас. Доказательств никаких нет. И что делать? Каждый подерется с тем, кто нравится ему меньше всего? Нормальное предложение. Тихо! Вадим звонит. Алло? Настя скрылась за дверью. Я едва расслышала ее бормотание. Крабах! Ты идиот! И набрал себе полное лукошко идиотов! Это она с ним так разговаривает? Вот это да! Я думала, она там сейчас лебезить начнет. Нет, ты че? У нас все в порядке, все хорошо. Вообще, не беспокойся. Наконец-то наступила тишина. Некоторое время мы просто молча смотрели друг на друга. Ох. Да, ситуация непростая. Но, может, хотя бы попытаемся не дать развиваться. Развалиться. Не дать развиваться. Все верно. Это они, походу, и делают. Ха-ха-ха. Да. Но надо не дать развалиться с шавушной. У нас там очередь из клиентов, и не думаю, что будет лучше, если мы просто станем их игнорировать. Так, чего стоим? У нас куча посетителей. Вадим приедет примерно через час. Так и приедет. Да, освободите мой кабинет, пожалуйста. Кабинет. Я отошла в туалет. О, а туалет у них не счет так. Да, мы еще не видели тут туалет. Выглядит, ну, пока прилично. Помыв руки, я застыла напротив зеркала. В своем отражении я больше не видела ту уверенную жизнерадостную девушку, что была утром. Привыкай, это работа, детка. Теперь по дефолту так будет. Суровая правда жизни. Да, уж совсем не такого я ожидала от своего первого рабочего дня. Когда я шла по коридору, навстречу мне попался Валерий. Грустишь? Уверен, все будет хорошо. Все идет под откос, а я так хотела здесь работать. Думаю, это скоро закончится. Настя и Алена постоянно пытаются выжить друг друга отсюда. Наверняка это кто-то из них. То ли за Вадима борются, а то ли просто кровная вражда. Кровная вражда? Что бы это ни было. А разве ты бы не заметил, если бы Настя делала что-то странное? Вы же все время рядом. Ха, да она постоянно что-то странное делает. Их кулинария больше похожа на какую-то алхимию. Нигде таких рецептов не видел. Ммм, правда? В общем, не беспокойтесь об этом. Если будут проблемы с покупателями, зови меня. Я все разрулю. Спасибо. Мне действительно стало спокойнее. Когда я вернулась на рабочее место, у меня даже появились силы, чтобы с улыбкой обслуживать клиентов. Однако, буквально через минуту ко мне подошла Настя. Я изложила Вадиму ситуацию. Он недоволен. Ну еще бы. Что он сказал по поводу всего этого? Ты только не волнуйся, ладно? Я почувствовала нарастающую панику. Так как до твоего появления здесь у нас такого не случалось, он склонен считать, что ты как-то причастна к этому. Началось. Ну как? Я все время провожу за кассой. Ну, у нас довольно много конкурентов, которые используют весьма изощренные средства, чтобы препятствовать нашему успеху. Но я уверена, что это не ты. Надеюсь, Вадим тоже это поймет. Ты главное не переживай. Просто продолжай работать. Разберемся, когда он приедет. Настя оставила меня наедине со своими мыслями. Ну вообще, такого первого рабочего дня я никому не пожелаю. Ну да. Еще и уволят. Сразу в первый же день. Угу. От приподнятого настроения не осталось и следа. Я понятия не имею, что происходит. А тут еще и все подозрения оказываются на мне. Неужели я вылечу с желанной работы из-за этого сюра? Конечно, я буду отстаивать свою позицию до последнего. Но если Вадим настроен решительно, вряд ли мне это поможет. Пожалуйста, ваш заказ. Я протянула готовую шаурму очередному клиенту. И тот, мой взгляд, зацепился за что-то, происходящее на заднем плане. А как она на заднем плане что-то увидела? Непонятно. Или на заднем плане, в смысле, за клиентом там? Может быть, кстати, да. Вряд ли за спиной. У нее же два глаза, в отличие от некоторых. Посетитель стоял у кофемашины и ждал, когда наполнится стаканчик. Так не работает же кофемашина. Неужели она заработала? Хоть что-то хорошее. Но почему у него такое лицо? Покупатель взял стаканчик и решительно направился ко мне. Тоби пизда. Извините, что это? В стаканчике плескалась белая жидкость с характерным запахом. С каким это с характерным? Ну вот, с каким-то характерным. Can you explain? Что это вы имеете в виду? Это соус? Внутри меня все похолодело. Вообще-то, я хотел кофе. А мне плевать, что ты там хотел. Я боюсь, если она так ответит, ее сразу уволят. Прошу прощения, кофемашина сломалась. Мы не успели повесить предупреждение. Сейчас верну вам деньги. Я быстро протянула сотню наличными и еще раз извинилась. Мои надежды не оправдались. Чертовщина набирала обороты. Пока я занималась созданием предупредительной таблички, паника постепенно уступала место холодной решимости. Как в Андертейле сейчас наполнится решимостью и пойдет всех пигачить. Может быть. Кто-то явно саботирует шаурмешную. И это может быть кто угодно. Я найду того, кто учинил этот беспредел, и позабочусь о том, чтобы он здесь больше не работал. Ох, какая решительная и уверенная в первый рабочий день. Да, самоуверенная такая. Но она же любит шаурму, она любит это место. Я сейчас найду виноватого, и мы его уволим. Уже стала авторитетом. Ну, мы с Вадимом, в смысле. Как будто он послушает новенькую. Так ничего, что Вадим пока ее саму хочет уволить. Ну, Вадим, да, Вадим ее подозревает в первую очередь. Мне вспомнились слова Валерия. Что, если это действительно далеко зашедшая неприязнь Насте и Алены? Не знаю, что они не поделили, но они явно недолюбливают друг друга. Вадима не поделили, че. Понятно же. Алена запросто могла попытаться подставить Настю, заставив ее готовить бракованную шаурму и в целом выставить крайние во всех беспорядках. Да и вообще, кто знает, что у нее за нездоровое помешательство на мастере? Вдруг она совсем неадекват? С другой стороны, Настя действительно имеет какие-то счеты с Вадимом. Может, это она пытается испортить ему репутацию, прикидываясь невинной? Да и в целом она со странностями. Ага, когда это свое ба-ба-ба-ба говорит. Угу, походу нормальный тут только Валера. А может, на самом деле права Настя, и это Макс по своей беспечности наводит беспорядок? Макс тоже мутный тип. Он выглядит крайне рассеянным. Учитывая, что он копается в запасах, это могло привести к чему угодно. Валерий кажется самым адекватным, но и его нельзя убирать из-под подозрений. В конце концов, он тоже имеет доступ к продуктам. Да и то, что он не делает ничего странного, это странно! Согласна. К сожалению, следить за всеми сразу я не смогу. Оставшегося времени хватит максимум на двоих. О, нам придется выбирать, скорее всего, за кем следить. Но было бы неплохо, а то выборов вообще не было в этой истории. Да, пока еще не было. Кого же мне выбрать первым? Ммм, так мы можем только одного выбрать, типа, Фокс? Ну, видимо, нам дадут два выбора. Первый и второй. Два из четырех. Кого ты выберешь? Я? Ну, конечно. На мне же основная читка. Выбирай. Я Алену выберу. Окей. Может, мы про нее хоть больше узнаем. Можно попробовать. Прослежу за Аленой. Из всей этой компашки она кажется мне наиболее подозрительной. Большую часть времени она находится у меня на виду. Убирается в зале и протирает столики. Как сейчас, например. Но что происходит, когда ее нет? По-моему, она всегда убирается. И если так подумать, эта девушка – единственная, кто не привязан к одному месту и может свободно перемещаться по всей территории шавушной. Она легко может выждать подходящий момент, когда я или кто-то из поваров отвлечется. Это и делает ее одной из первых в списке подозреваемых. Это уже третий мужик-клиент. Ну, к-з-з, кто? Здравствуйте. Мне, пожалуйста, классику с двойной порцией соуса. Да, конечно. Приняв заказ, я осмотрелась вокруг. Алены уже и след простыл. Новых посетителей пока нет. Раз выдалась свободная минутка, схожу поищу ее. Нашла. Долго искать не пришлось. Я обнаружила Алену на кухне. Она протирала плиту. Вроде ничего подозрительного. Просто выполняет свои обязанности. Судя по всему, она меня не заметила. Понаблюдаю еще. Что делаешь? Здрасте, а ты-то что, откуда тут взялся? Ни разу не подозрительно. Чтоб его. У меня аж душа в пятки ушла. Да я ничего. Просто смотрю тут. Смотришь на что? На тебя. Не скажу же я, что подозреваю нашу уборщицу и решила устроить слежку. Ну тогда что мне ему ответить? Я, ну, Макса искала. Что я несу? Да, и зачем? Ты же знаешь, он всегда в наличии на складе. В смысле знаешь? Это ее первый рабочий день. Всегда в наличии. Ну как? К счастью, пришла Настя. А значит, перерыв у поваров окончен. Ну и что ты тут стоишь? Бегом на кухню. Уже иду. Фух, пронесло. Я еще раз осмотрела помещение. Валерий и Настя что-то оживленно готовили. Что-то? Шаурму, наверное. Наверное. У них, видимо, тут ассортимент в меню не особо большой. А вот Алены уже не было. И когда она успела улизнуть? Неуловимая Алена. Не сразу, но я обнаружила ее в своем поле зрения. Она мыла кухонное окно. Со стороны улицы. Как она туда переместилась, черт возьми? Телепортировалась. Как бы там ни было, очередной посетитель ждал своей очереди. Я вернулась на кассу, чтобы принять новый заказ. А народу сегодня их прям много. Разговаривая с покупателем, я заметила, что Алена протирает окна зала. Отлично. Пока она у меня на виду, я могу быть спокойна. Тем временем несколько шавух были готовы. Я отдала их посетителям и посмотрела в сторону окон. Алена опять словно испарилась. Просто уборщица-ниндзя. Нужно отправляться на поиски, пока снова не нагрянули клиенты. В этот раз, чтобы найти ее, мне понадобилось больше времени. Алена оказалась на складе. Она все так же занималась уборкой. Хватит. Я так долго расставлял эти коробки. Ты же сейчас что испортишь? У тебя тут везде крошки валяются. Да, их я тоже долго раскладывал. Чувак, как у тебя проблемы. Зорый составлял. Пентаграммы тут и пентфуй. Сходи к специалисту. Это не ок. Космические осьминожки. Оторви уже задницу от пола и дай мне здесь прибраться. Алена, кажется, пыталась помыть пол прямо сквозь Максима. Ай-яй-яй, ну что ты делаешь? И вообще, осьминоги, это отстой. Бедные осьминоги. Они сейчас обиделись. Нет, это ты отстой. Нет, ты. А ну, поднимай зад. Довели. Понятненько. Работы здесь предстоит много. Вряд ли она освободится в ближайшее время. Наблюдать за этой клоунадой не имеет смысла. Как же провести время более продуктивно? Поработать? Разнообразие. Не хочешь? Помнится мне, где-то в шавушной есть подсобка, которую Вадим выделил ей в качестве жилья. Может, стоит осмотреть ее? Должно быть, это здесь. Я толкнула дверь. Она оказалась не запертой. Сейчас мы плохую концовку получим. Вторгаться в чужое жилище без разрешения грубо, но выбора нет. Именно там могут быть улики, которые смогут доказать ее вину.